Продолжение следует... 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 На самом деле они очень добрые и ласковые. И когда мы думали, как мы можем рассказать про Север, слайды и презентации, мастер-классы, это все, конечно, интересно и познавательно, но атмосферу могут передать люди, которые обладают этим удивительным талантом и даром. И вот мы познакомились с Татьяной Бондаренко и Сергеем Николаевичем Старостиным, которые рассказывали сказки Бориса Шергина. И вот уже целый год у нас, у нас уже первый юбилей нашего такого сотрудничества случился, для целого года у нас состоялось уже 9 программ. Программы для детей, для взрослых. Вы сейчас находитесь на самой экстремальной программе, программе для взрослых, сказки для взрослых, которые были взяты из книги этнографических экспедиций, которые были в 30-е годы в основном. Но поскольку у нас все по-честному, то у нас тоже сказки по-честному, без купюр. Так что филологов и нежных сердцем просим быть на страже и быть готовым к тому, что будут фольклорные такие вкрапления. Вы когда заходили, может быть кто-то раньше, кто-то попозже, видели, что при входе там такой красивый круглый стол стоит, и на этом столе всякие прозрачные пакетики. Вот, это стол наших благодарностей. И если вы пожертвуете какие-то средства, совершенно небольшие, но они будут памятные и для вас, и для нас очень полезные. То, что там представлено, это либо сделано нами, либо привезено из Каргополя, из Ишевенска. Вот, там есть такие вот подушечки с вышивкой. Это вышивка традиционная каргопольская. И вот мы когда, еще один такой из сторон нашей деятельности, мы поняли, что для того, чтобы восстановить, восстанавливать и храмы, и монастырь, и невозможно это делать без помощи людям, которые там живут. И оказалось, что дети, они тоже, ну, как бы не очень много умеют из традиционных своих занятий, которые там были традиционно. Вот, и наш фонд организовал такую поддержку мастерицы, которая обучает девочек традиционной вышивке. Каргопольская. В начале года было 4 ученица, сейчас уже 7, и они вот вышивают, вот скоро тоже, уже прям большие работы уже делают, долго, но работают. Поэтому это вот каргопольская вышивка, ржаные прянички, пшеничные прянички, причем вот эти прянички, они еще и сюрпризами внутри. Вот, и Архангельский Иван-Чай, который представляет Михаил Бронский, очень интересный человек, который организовал такое производство. Вот, и мы поняли, что без помощи людям, которые там живут, заниматься восстановлением и храмов, и каких-то других памятников деревянного высочества, наверное, бессмысленно, потому что это же для людей должно быть, поскольку все нарушено во всей нашей стране. Наверное, нужно делать все сначала от людей. Вот. Ну, я немножко грустного и серьезного сейчас сказала, а вот хотела бы пригласить наших замечательных артистов, чтобы они сейчас дали жару и рассказали очень веселые истории из семейной жизни. Добрый вечер, спасибо. Добрый вечер. Ну, истории, на самом деле, будут не только веселые, но и очень даже грустные. Поскольку в жизни это не только веселье, но еще и слезы одновременно. В общем, в традиционной культуре, в фольклоре не только севера, а вообще всей России, несметное количество разных сюжетов, которые затрагивают тем или иным образом взаимоотношения мужей и жен. Может быть, даже этих ситуаций гораздо больше, чем мы можем себе представить и предположить. Ну что, мы начинаем. Начнем, пожалуйста. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok О темный лесок Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Зачем же, говорит, меня В тюрьму-то запирать? Никак я не волшебник Мне рубашку-то жена надела Если как с умом живет То все рубашка бела А если забалует То и рубашка замирается Но король-то того не внимает Его в тюремный замок Потом удумал Кхозяйке-то Послать слугу верного Дает сто рублей денег А поезжай, подбейся к ней, к хозяйке Этафей. Слуга поехал в город. Из Пруссии, из Пруссии приехал, куда ему потера? Надо, чтоб чисто добела к этой купцовой-то хозяйке его на потеру. А к купцову-то хозяйка, пожалуйте, милости просим. Чего же странного-то человека поет, кормит чаем, кофеем, всем угощает. Ну, он и стал ей говорить. Эки вы хороши, эки вы ненаглядны. Как же это вы жить-то можете без мужа-то? Вот я вам дам сотню денег, не можете ли со мной позабавиться? Она ей говорит, грех, большой грех. А он говорит, да что ты, что ты, сам глядя, да твой-то муж не так ли живет? Мы-то про него все знаем, он-то близко. Ну, она и согласилась. Взяла сотню денег у него, пошли в спальню. Он и говорит, вались, говорит, к стенке. А она отвечает, а я никуда и со своим мужем твой стенки не сплю. Ложись сам, а я с краю. Ну, он и повалился божон этой стенки. А она раздевалась, да помешкала немножко, валиться-то стала, а у ей там пружины. Пружинки-то толкнула, а он и полетел вниз-то в погреб. Вот она ему и дала, за дурные-то слова, вот как свинину-то режут, вот такую пищу ему и дала. Дала веретено, куделю, прялку, приказала на пресь нитку тонкую, как шелчину, ну как шелк. Вот, так пойдет вот тебе пища-хороша. А он пресь-то не умеет, бился-бился, потом напрял нитку, да как шелчина, вот как шелк-то. Потом вот пошла ему и пища-хороша. Ну, а король там его ждет, нету посыльника. Вот он там гуляет, вот он там забавляется, ища ждет. Вот какой сикой уехал, гуляет там верно с ей, другого пошлю, ища вернее, ища лучше, триста денег дам. А у купца-то рубашка, все бело, другого послал посыльника. Другой, тем же случаем, приехал в город, к ней подбиваться стал. Ой, какая красива, какая хороша, ну и не можно ли с тобой позабавиться, вот тебе триста денег. А она с ним, тем же побытом, в спаленку пошла, да его бух и в погреб. Вот, одному пища-то уже хорошее идет, а другому еще пока худо пишет. Ну, король-то весь прихлопотался, хлопочет, хлопочет, куда девались, мол, нету. Гуляют там фитнес с ней, сам поеду. Посмотрел, а у купца-то рубашка все бело. Накладу ящик денег, неужели нельзя подбиться к этой хозяйке. Вот, поехал сам в город, в тую деревню, народ из Пруссии, король, из Пруссии, король, куда ему фатера? Фатера ему у купцовой хозяйки, у ей чисто, у ей бело, ну вот, и у хозяйки. Хозяйка принимает хорошо, поед, кормит. Мы его чаем, кофе, всякими напитками угощаем. Потом и стал ей говорить, эки вы хорошие, эки вы красивые, возьмите этот ящик денег, согласитесь со мной. Ну, это король-то говорит. А она и говорит, не соглашусь. Поезжай на полсутки в город, а я схожу к бачку, к духовнику. Спрошу, простимый ли грех, а как простимый, так соглашусь, а как непростимый, так и на деньги не обзарюсь. Ну, он уехал, вот она пошла к бачку, бачка выходит из бани, ну, запарил, зарумянил, ну, она и говорит, простимый ли грех, из-за мужа согрешить. А он ей говорит, не простимый, не большой грех, а согрешим со мной, так и не грех будет, за нас мир замолит. Она и говорит, приезжай, говорит, в часу девятом вечера и вышла. Пойду, говорит, схожу к Благочинину, простимый ли грех, из-за мужа согрешить. А Благочинину вот эта красавица Надь, не простимый, грех, большой, а вот со мной так и не грех будет, и епархии замолит. Ну, приезжай, часу в десятку. Пошла к архиерею. А простимый ли грех, из-за мужа согрешить, а архиерея-то на эту красавицу обзавидовался. Да-да, 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 и согрешим со мной, так вся империя замолит. Ну, приезжай, часу в одиннадцать, и ушла бы мой. Там она ящик-то упорожнила, деньги куда не спрятала, вот, живет, поживает и звонок в урод. Кто? Кто приехал? Бачка в гости. Ну, она потихоньку помаленьку самовар наставляет, чай попивает, сейчас или времени как-то так. Опять звонок в урод. Кто? Кто приехал? Врачинный. А чин-то чин-то повинуется ведь, но чин-то чин-то боится. Бачка дрогала, я-то, куды, куды я-то. Она ей говорит, так у меня ящик большой, ты в ящик. Ну, встала, была очень много гушать, сейчас время не ли прошло, а тут звонок в урод. Кто? Кто, в урод? Архиерей. Ну, благочинный-то архиерей тоже побаивается. О, куды я деваюсь-то, что архиерей-то скажет, зачем к женщине-то пришел, я-то, куды. Да в ящик, в ящик. Вот до них-то там и собрала. Стала архиерея угушать, а король-то садит, едет звонок. Кто? Кто, в урод? Из Пруссии, король. Испугался архиерей. Я-то, куды, куды я-то, растередет же меня. Она в ящик, в ящик. Король приехал. Ходила ли к попу, к духовнику? Спрашивала ли? Ходила. Грех большой, непростимый, не буду грешить. А-а-а, скажи, это король-то разгорячился. Несите мой ящик в сани. Ну, слуги вынесли, король поехал домой с ящиком. Вот, поехали, гонит, едет, а он купцят-то. Все, не марается, рубашка. Приехал король, кликал пир, выпустил ейного мужа. Пировал да, жировал да. Есть ли в Пруссии хозяйка этака, чтоб не согрешила. На эти деньги, на эти деньги не обзарилася. Отворяет ящик, а там и поп, и благочинный. Яхерей, три штуки заперено. А у хозяина-то вся рубашка белая. Э-э, поезжай домой, выпусти. Там еще двое сидят. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 На мою на тело била, еще маловатая, Чем я тебе не хозяйка, чем я тебе не жена, Три дня печко не топила, в горноточке жар и жар, А я мужа не родила, а мне его жаль и жаль, А бы умер, да и сдох, поставила свечку в гроб, Свечка сыровая, семя будовая, Собирайтесь, подружки, мой мужик вздыхая, Я хочу по нем поплакать, да смех разбирая, Муж в славке волокот, из глаз слезы не текут, Муж в славке волокот, из глаз слезы не текут, Но ужас хоронили, помогили прядь и прядь, На милого глядь, глядь. Хитрая жена В одном городе-то деревенский мужик заходит к купчихе и просит подаяние Но она дала и велела прийти на завтрак в 10 часов Но он после этой купчихе обходил магазин И на завтрак явился к купчихе, и она его угостила, дала ему 100 рублей И женыщ пригласила по-настоящему После этого опять попросила прийти на завтрак в те же часы После этого мужик заходит к ейному мужу и покупает разные продукты А купец и спрашивает, а ты это, а что разбогатил-то, когда вчера с ней было ни купейки? Ну, а мужик говорит, да, мне дала денег вот эта купчиха, вот в таком-то доме Ну, по рассказу-то купец узнал, что это его жена А ты на завтрак пойдешь к ей? спрашивает купец Только ты пойду в 10 часов Купец приходит в 10 часов домой Обыскивает весь дом и не находит А жена-то заметила, что в окно-то муж идет Запрятала приятеля-то пуховик Выбросила во двор Ну, а наутро в магазин к купцу-то приходит мужик И купец спрашивает, ты это, а что ты моя жена? Ты это, не стесняйся Я-то муж ее На завтрак пойдешь ли к ей? Так это пойду в 10 часов Но на завтрак приходит купец до дому Жена говорит, смотри Я, говорит, новый леварвер купил Погляди-ка А жена говорит, да, тебе из него и в шкаф не попасть А сама, значит, это спрятала любовника-то в гардеробный шкаф Ну, муж нацеливается на шкаф Делает выстрел А жена-то толкнула его под руку-то И вот он из досады-то прямо вот под ствол-то раз и в потолок-то выстрелил Ну, из досады убежал в магазин А мужик опять является с утра-то купцу вот после этой сцены А купец и спрашивает Ты где был, когда я тебя искал? Так я в шкафу сидел Вы в меня стреляли и не попали А на завтрак пойдешь? Так это пойду В то же время Купец приходит в 10 часов А жена увидала, что муж-то идет Мужика спрятать некуда Она его на чердак в большой ящик В сундук-то и заперла на замок Муж искал, искал, найти не мог Ну, от досады-то заперто дом И засветил Гори, мое имение Пусть все сгорит, пусть А в сундуке-то были запрятаны преданечные иконы Ну, она как закричала Ой-ой-ой-ой, пусть все сгорит Спасем хоть мои преданечные иконы Ну, муж и согласился Старинные-то иконы, сжигать оно же грешно Ну, муж с женой-то схватили сундук, вытащили его двор Опять утром в магазине Приходит мужик Купец его спрашивает Сколько дала? Триста рублей А где ж ты был, когда дом горел? Так я был в сундуке с иконами Молодец же ты Ох, молодец, что все рассказал Вот тебе шестьсот рублей Так уходи ты отсюда, уходи А жене, значит, паспорт и разводную Дело было летом Летом не зимою Летом не зимою Ох, и майскою порою Майскою порою Ой, ой, когда мы гуляли Оле, ой, когда мы гуляли Ох, и Сашенька с тобою Когда мы гуляли Оле, ой, Сашенька с тобою Ой, 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 садок и нарейка Ой, громко распивала Садок и нарейка Ой, громко распивала Аллах, ой, это, наверное, Саша Ох, и смелым расстается Расставалась Саша На целое лето Говорила Саша По тайме и речи Куда, милое дешко Да и отъезжаешь на Кого любезный Меня спокидаешь На людей, на Бога Ой, вас на свете много Ого, ой, я мне путь дорога Ох, и дорожка большая О, я мне путь дорога О, я, дорожка большая О, я, ой, дорожка большая Ох, и поля широкая А ты моя, Саша Ой, не строй предо мной О, я, ой, ой, а то люди скажут Ох, и что гулял с тобою Пусть-ка люди скажут О, я не боюсь яка О, я любила с тем Я расстаюсь яка О, я любила с тем Я расстаюсь яка О, ненавижу тому Достаюсь я Моряшка Как будто быль бывала В одной деревне был один богатеющих родителей молодец А бывает в городе Да нет, деревня Деревня Вот, этого-то молодца Сдумали родители женить его Ну как, где невесту будем приискивать А тут и жених-то и говорит Вот, папенька, маменька Вот, рядом невеста Моряшка Ей возьму Они говорят Да так вот нам Христианского-то Сословия не надь Нам не приходится брать Нам надь дворянского Нет, мне Моряшка надь А им надь Из другого города достать Дворянского Сословия Ну, он-то родители не огорчил И Достали невесту Невеста сидит на лошади На верховной И говорит Пусть мое с ужина То выйдет И меня снимет с лошади А если не свой мед То я обратно поеду Ну, он вышел Снял Вот они и повинчались Ну, пир отошел И молодых-то свели на покой Этот-то молодец сел писать Написал и отдал жены Вот, как, говорит, у меня написано Так мои родители пусть и сделают Повалился на колени И помер А тут время подошло Что молодых-то будить начали Сдучатся у дверей-то А у нас-то плачут Родители говорят Он что, тебя побежать? Разве? Он меня не убежал Он умер Вот вам письмо Родители-то прочитали А там написано Как вот у меня написано Пусть вот так они и делают Родите меня в чистое платье Понесут меня хоронить холостым Неженатым Против моряшкиного двора Пусть остановятся Пусть моряшка нарядится В чистом платы И выйдет на улицу проститься в губы А на веку мы с ей Не челывались Так родители и сделали Против моряшкиного двора-то Остановились Ну, моряшка нарядилась В чистом платье Вышла на улицу И простилась в губы Да тут и скончалась Моряшки стали гроб делать А его не могут с места сдвинуть Моряшкин гроб сготовили И понесли И обеих-то их В церкви Отпели Похоронили в одну могилу Сколько ли, мало ли, время ли Через лето Выросло у них дерево На этой могиле И такого богато Такого вот Никто никогда, нигде Не видел Такое прекрасное Вот тогда-то Отец, мать Стали там правительство просить Разрыть эту могилу Разрыли Доски-то боковые Отвалились у гробов А рука-то за руку Захватились И вот от этого Рукопожатия Ушло Дерево Отец, мать Эту губрико Плакали Прошались В таких грехах Что напрасно сделали Рукопожатия 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 Туман Туман Да туман По болоту Ай, растелая Рукопожатия 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 Князь и княгиня Он на три года и три месяца А на четвертый-то год Князь домой пошел Идучи-то дорогой Видит, идут ему навстречу Три сарины, три монашины Черноризницы, белокнижницы Давно ли вы, спрашивает князь С моего двора-то С княжевинного, с Екатеринского Отвечали старицы Мы вчера с твоего двора С княжевинного, с Екатеринского И у тебя, князь, С его двору-то Все не по-старому, не по-прежнему Все добрые кони-то По коленям на зьму стоят Едят траву, ту всю осатину Пьют воду-то наземную Золото-то казна вся расхищена Во тиреми-то твоем Желудень вестнет с ребеночком Погонил князь Своего добра коня, сломя голову Приезжает князь К своему двору, к нежевинному, к Екатеринскому Выходит, молода жена Его встречать Да в одной-то тоненькой рубашечке Без костины, так В одних тоненьких чулочечках Без башмашечек Вынимает князь Саблю в острую Срубил, сказнил по плеч голову Укутилась голова-то Под ноги конем Заходит князь в конюшню свою и видит А все кони-то его Все князя в дом дожитана За беду тут князю стало За досадушку великую Заходит князь в конюшню свою Выбирает князь лошадь добрую Погонил он коня своего Сломы голову ко двум старицам Двум монашицам, черноризницам, белокнижницам Прискакавши к ним, говорит Душвы, старицы, чернокнижницы, монашницы Зачем вы мне наврали? Вот он взял саблю в остру И срубил, сказнил им головы И сам бросился на колб острый И тем предал себя Сковой смерти Поехал наш королюшка На гулянице Поехал наш королюшка На гулянице Бросил жену боярыню На гребанице Бросил жену боярыню На горю в огнице А самый же наш королюшка Пошел и шатер спать А самый же наш королюшка Пошел и шатер спать Ложился спать королюшка Ай, Богу не молясь Ой, ложился спать Королюшка Богу не молясь Приснился сон и королюшке Не слишком сон хороший Нашой приснился сонный королюшки, Не слишком сонный хорош. Как из-под правой рученьки Да вылетел с околой, А из-под левой рученьки Утица проплыла. Поехал наш королюшка К бабушке сонный гадать. Ой, поехал наш королюшка К бабушке сонный гадать. Ай, бабушка, отгашится, Отгадай мой сон. Ой, бабушка же отгашится, Отгадай мой сон. Ай, милый мой королюшка, Не слишком сонный хорош. Жена же твоя, боярыня, Сына ой, родила. Ай, во втором часу времени Сама же умерла. Поехал наш королюшка К своему же к двору. Ай, поехал наш королюшка К своему же к двору. Воротики житесовые Стоят отворены. Жена же его, боярыня, Во гробе лежит. Ой, жена, его же боярыня, Во гробе лежит. Ай, сын, ты мой, сыночек мой, Остался ж тей ротой. Нет у тебя, сыночек, Ай, родимой мамушки. Ой, а у меня же, королюшки, Нет молодой жены. Жених, еретик, Был мужик, дожонка, И у них была дочь. Эта-то дочерь Жених стал свататься. Отец-то мать и не согласны, Не отдавают. А она-то все думает, Об том, как бы ей замуж идти. Думала, об том, думала, Вот он будто и приехал. Отворяй, говорит окошко, сряжайся. Ну, она окошко-то творила. Давай, клади всю кладь, Едешь так. Ну, она стала класть, Саня-то, Стала метать окошком, Все чисто сметала, Села и поехала с ним. Домашний-то не слышит, А отец-то мать, И что она там вот работает-то? Вот, он ее повез, А ей страшно стало глядеть, Зубы-то залезные, Глаза-то хрустальные. Но он ей говорит, На улице луна. Кому куда думно, Парень едет, девку везет, Боишься ли меня? Нет, не боюсь, А сама-то еле жива. Ехали-ехали, довез до могилы, До своей спустился в могилу. Давай, подавай платье. Ну, она стала выпадывать платье, Да и выпадывала. Свет-то стал, заря, Он пал в могилу. Назничь. Тут и кончился. А родители-то ее схватилися, Погналися, пригонили, А она-то у могилы. Ну, они его то-то-ко-то выняли, Из могилы-то платья-то выбрали, Усиновый конь. В грудь заткнули, Повалили в ничь, Выспал брюхо. Вот и сказке конец. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ох, как страдания от лихого, а нету спас уже никакого. Давай, милка, гроб закажем, а поймёмся вместе и ляжем. Ой, моя милка, и я с нею, а милка пашет, а я сею. Ой, хорошо страдать у Кати. Ох, мы страдали возле моста, вселовались разов поста. Давай, милка, пострадаем, а на соломке засораем. Давай, милка, пострадаем, кровать новую сломаем. Не страдайте, девки, ошибка, у любови есть ошибка. Не страдайте, девки, и дюжа, придёт осень, и не дадут мужа. Дадут мужа, и он полюбить, и побьёт, и при голуби. Дадут мужа, и он полюбить, и он полюбить, и он полюбить, и он полюбить. Дадут мужа, и он полюбить, и он полюбить, и он полюбить. Дадут мужа, и он полюбить, и он полюбить. Дадут мужа, и он полюбить, и он полюбить, и он полюбить, и он полюбить. Вот она и говорит. А належь, и всё это вы-то над нами. Когда же мы встанем над вами? Ну, старик и надумался. Жена. А тут тот царя-то указ пришёл. Жёнам над мужовьями власть иметь. М-м-м, ну так это, поди что ли-то, топи байну баню. Ну, он пошёл, затопил байну, байна остопилась. Старик-то зовёт воды нести. А знаешь что? Сам наносишь. Он и пошёл носить. Поди, говорит, мойся. Да? Снесёшь меня? Ну, снёс. Сомыла. Это мужика-то звали. Сомыла. Сомыла. Я веник забыла. Так я схожу? Нет, ты не знаешь где, давай неси меня. Ну? Понёс. Пришли опять в байну. Сомыла. Я сорочку забыла. Ну, так где у тебя я схожу? Не знаешь, давай неси меня. Ну, снёс опять, говорит ей. Так мойся. А, вымоешь меня, давай мой. Ну, он стал её мыть. А сам-то в сене-то пошёл. А там скричал, будто кто-то пришёл. Сомыла. Что делаешь? Да жену мою. Так ты шальной-то указ-то расслушал. Указ-то ведь по-старому мужевьям-то над женами. Ну, жена-то услышала и говорит. Тьфу! Налечий царя. Опять всё по-старому. Ну, муж ей скажет. Ну, вот. Недолго вышло ваше-то величество. А потом взял дупец. И давай жену хлыстать. А потом знай, вот, вперёд-то. В островах охотник Цельный день гуляет. Ему счастья нету. Всё в себе ругает. Как ему быть? Ой-ой-ой да счастливо служить. Это служить. Нельзя быть ему весёю ламу, что звери не бежит. Как ему бы, ой, счастливо служить, да служить, Нельзя быть ему веселым, что звери не бежит. Поехал охотник на чистые войоды, Где гулял рыбак в прелестной поговоде. Там на брегу, ой, вздумал отдохнуть, да уснул, Охота сорвалась, и гончик слышно чуть. Там на брегу, ой, вздумал отдохнуть, да уснул, Охота сорвалась, и гончик слышно чуть. Охотник не медалил, но коня садился, Зверя с робоповедством он поймать ловчался. Бросился в лес, ай, в лес он по тропинке дорожки, Где спала красная векса на мягкой траве. Бросился в лес, ай, в лес он по тропинке дорожки, Где спала красная векса на мягкой траве. Щучки у ей розовы, слезами улеты, Груди у ей мягкие, светами укреты. Он увидал, ай, упал, задрожал, задрожал, Задрожал и вейнер, а красная векса техника сказал. Он умирал, ай, упал, задрожал, задрожал, Задрожал и вейнер, а красная векса техника сказал. Вейнер проснул я лось, охотничка ведет, Молодой охотник, чем хочешь обеедеть. Ах ты, злодей, ой, требуешь того ли до сего, О, яжды, звери, не лисеется, сам видишь яхту. Ах ты, злодей, требуешь того ли до сего, О, яжды, звери, не лисеется, сам видишь яхту. Мы лисец видовали, мы волков стреливали, А таких красояток в редкости встречаяли. Ах ты, злодей, ой, пробила барабан и барабан, Поедем, красавица, в лагере ночевать. Ах ты, злодей, ой, пробила барабан и барабан, И поедем, красавица, в лагере ночевать. Красавица не смеяла, наконец садилась, Приехали в мой огерь, Там и я не меяла. Цельный день, ой, не говорила речи, Да пришла пара в реле, Мишка, но постель улечь. Цельный день, ой, не говорила речи, Да пришла пара в реле, Мишка, но постель улечь. Цельный день, ой, не говорила речи, Да пришла пара в реле, Мишка, но постель улечь. Повар и графиня. В некотором царстве, в некотором государстве стоял дворец, В этом дворце жила принцесса, И была у ей кухарка и повар. Вот, повару кухарка понравилась, Он к ней заподскакивал, Ну, а она его, значит, не приглашала. Раз пожаловалась своей барыне, Что меня хочет Иван обнасильничать, А барыня-то и говорит, А ты раздразни его. Скажи, чтобы купил свинины, Со свинины, мол, у меня заиграет плоть, Тогда могу тебе дать. Ну, он свинины купил, нажарил, наелись, Надо было ложиться спать, А кухарка ушла с барыней мыться в баню. Ну, повар подождал, 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 повалился спать И ночевал ночью отдельно. А в утрях-то встала, Хозяйка его и задразнила, Фу, как у нас тут на кухне свинины пахнет. Ну, повар-то хозяйке ничего не сказал, А на другой день смекнул, Что они в баню-то ходят не одны, А с ними-то провожатые. Он и напросился в следующую субботу Баншиком быть, А хозяйка-то бани и согласилась за сто рублей. Вот, повар в субботу пришел, Вымарнулся в сажа и поступил в баню. Пришла графиня и кухарка, И хозяйка и говорит, Вот, а у меня, говорит, другой баншик, Черный араб. А когда они разделися, Он их обоих и вывел, А они для того-то в баню-то и ходили, Чтобы с банщиком сношение иметь. Вымылися в баню, пришли домой, Ну, и повар пришел домой. А в утрях-то графиня встала, Пришла в кухню и опять смеется, Фу, как тут свининой пахнет, А он ей отвечает, Да, свининой у нас пахнет, Да и в бане хорошо моют. Ну, графиня-то убежала, Переговариваться с кухаркой. Его надо отказать, Чтобы он не знал, куда мы ходим. А в том городе-то Вот таких прав не было, Чтобы вот без вины-то взять человека и отказать. Нужно было вину найти. Ну вот, графиня Убила своего попугая, Бросила в помойную яму, Пришла на кухню и говорит, Вот что, повар, У меня потерялся попугай, Найди его, А не найдешь, Я тебя расшитаю. Хорошо. Повар пошел искать. Вышел в сад и видит, Что графиня-то гуляет в саду с офицером. Ну, повар ее заметил и стал, значит, преследовать. Вот, а графиня-то ходила-ходила, Ходила-ходила-ходила, Ходила с офицером, Ну и села на лавочку. Стали разговаривать. А повар-то подкрасывал незаметно, Заполз под лавку и слушает разговоры-то. Вот, а потом графиня встала, Одну ногу-то на траву положила, А другу на лавку. Ну вот офицер-то наклонился, Ей между ног-то посмотреть. Смотрел, 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 И он говорит, фу, барыня, Ну, а сколько там войсков, не знаешь, Сколько народу, городов, деревен, Сел, можно сказать, поселков. Ну, а повар-то снизу и говорит, Барень, барень, посмотри, там попугая-то нашего не видно. Парня-то испугалась, да и бежала домой. А повар-то пришел домой, но она не дали его и расшита, конечно. О, нашего барина. Там стоит, там стоит у него, да так стоит, так стоит у него. И оттуда стоит, и оттуда стоит. Серый коник во дворе, да серый коник во дворе. О, нашею барыни, он нашею браво ей, да так лохма, так лохма у ее, да так. Лохма так лохма у ее, да лохма у нее, да и оттуда вы лохма, да лохма. Зелено грошится в асаду. Зелено грошится в асаду. У нашего барина, у нашего бравого Так торчит, так торчит у его, да так торчит, так торчит у его И туда-сюда торчит, и отсюда выторчит Старый шкворень на плитне, да старый шкворень на плитне У нашего барина, у нашего бравого Так течет, так течет у его, да так течет, так течет у его И туда-сюда тетет, и отсюда выкидет Старая крыша на дому, да старая крыша на дому У нашего барина, у нашего бравого Так висит, так висит у его, да так висит, так висит у его И туда-сюда висит, и оттуда вы висит Шелкова плёточка на руке, да шелкова плёточка на руке О, нашею барыни, о, нашею браво еле Так глыбко, так глыбко у еле, да так глыбко, так глыбко у еле И туда-сюда глыбко, и оттуда вы глыбко Старый колодец на дворе, да старый колодец на дворе У нашего барыни, у нашего бравого Так толстая, так толстая у его Да так толстая, так толстая у его И туда-сюда толстая, и оттуда вы толстая Старый боров его хлебу Да старый боров его хлебу У нашего барыни, у нашего бравого Так хлюпит, так хлюпит у ее Да так хлюпит, так хлюпит у ее Эй, оттуда все ты хлюпит, Эй, оттуда выхлюпит, Самоварик и на дворе, Да самоварик и на дворе. Жену выпытал. Жена имела любовника, А мужу Вера была узнать. Ну вот он раз пришел невеселый, Жена и спрашивает, А что это ты, Иван невеселый? Да он, говорит, был на сходке, Да сделали такой приговор, Чтобы у каждой жены было по два мужа, А я у тебя один, Кого мы другого-то поставим? Ну она и говорит, Ох, нашел, обчон печалец, Подгорник-то Федот, Меня уж три года ебет, Вот его и пиши. Субтитры создавал DimaTorzok Да-ра-ра-ха-ра-ра-ра, Полюбила барейну манах, Они спали, да на кровах, У них поленья на головах. А старох старичок Повалила на бачок, Ой, спасибо, старичок, И что почистила сундучок, Ах, удивительная, удивительная, Удивила ты меня на постели у себе. Ой, барыня, барыня, да, сударыня, барыня, Какой барыня, будь ты все равно не любишь. Да, ваше веселись, да, чтобы курочки велись, Петушки водились, на курочек садились. Ой, 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 да, когда без тобой. У солдатки губы, солдатки, У вдовы, так они вдовы, а у молоденькой девчоночки Женочки ж не знаю, как скалы. Ой, 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 да, что с тобой. Ах, штанишки мои темно-синенькие, Ах, штанишки-хьянички красивенькие. Ой, 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 что, что, что с тобой. Женкина верность. Два мужика выпивали, Раскластались, и один говорит, Вот я, вот я как умру, У меня жёнка-то не взойдёт замуж. О, только, Кирюха, помри, Так живо уйдёт. Только ты помри, посыкнется. Ну, ударили по полведра. Он пришёл домой, Заболел, Да и на завтра помер. Утром-то жёнка встала, Плакала пора, Затопила печку, Хочет блины печь, На поминки-то мужу. И вдруг товарищ под окошко, Эй, товарищ, пойдём выпивать. А жёнка и говорит, Так иди, он ведь умер. А что с ним благословище-то случилось? Да вот вчера пришёл домой, Заболел, да умер. И сидит и плачет, и плачет, А товарищ-то и говорит, Так ты же шо, это, молода? Не идёшь ли я замуж-то? Нет, я уж замуж-то не пойду. Да я знаю жениха. Только вот одна небольшая есть причина. Кака? Ну, так он, это, Пьяный на место ссыт. А это ничего. О, хватило-то мутовку на шешке-то, В голову-то тропнуло мужа. Да этот-то меня ещё и обсерывал. Ну, муж-то опять скачил И пошёл жёнку-то драть. Я чаял, ты не пойдёшь замуж-то, Надея-то на вас плохая. Надь мне, товарищу, за залог Купить полбедра водки. Скрепнули ворота, собачка сбрекнула, Всё милого ждала, дружка поджидала. Вышла на крылечко, вышла на крылечко, Вышла на крылечко, забила сердечко. Повёл на светлицу, ой, Повёл на светлицу, Повёл на светлицу, Она не примает, она затворачает. Захотелось к мелю, захотелось к мелю, Захотелось к мелю, Повёл на постелю. Она его носит, она его носит, Она его носит, хоть что-то не просит. А он догадался Он догадался Он догадался За сиськи хватался За сиськи рукою Ой, за сиськи рукою За сиськи рукою Понежить другую Повалил на спину Не ой, повалил на спину Постой и портки скинул Пошло целование Пошло целованье, пошло целованье, но между стороне Наутро к ответу я, наутро к ответу, наутро к ответу, А его уж нету. Белка. Хуй, Соловей. В некотором царстве, не в нашем государстве, Был жил молодец, и дал ему Господь большой талант. Хуй, соловьем свистал. Вот, одного он забрался в государев-то сад, Сел в кусты, вынул из портов-то свой кляр. Сам-то вот он сидит, добра выжидает, а хуй его. На весь сад соловьем заливает. И присвистывает, и прищелкивает. А у ихнего-то царя была дочь царевна, такая красавица, Что ни в сказке сказать, ни пером описать. Заслушалась она соловьиного тупенья и думает, Знать, в нашем саду соловейка гнездо себе слил. Дай-ка подойду поближе, да погляжусь. Подходит она, а в кустах-то добрый молодец сидит и в руках удержит. Здравствуй, царевна. Здравствуй, молодец. А что ты в руках держишь? А это дорогая заморская птица. Соловьем поет. Ну, пусть и запоет. Будет опять начал прищелкивать, да присвистывать. Царевна-то заслушалась, того пения, пусть и всякой музыки, Да век бы слушала. Добрый молодец, говорит она. А продай мне свою заморскую птичку. О, она у меня непродажная, она у меня заветная. А какой такой завет? Ну, ты дай два-три раза-то покормить ее семечком с твоего белого тутела, А иначе она клевать-то не станет. Да как же это? Данила, ты простой, царевна, ты ложись на траву, загули свой подол, А я посыплю семечком твое брюхо, да и покормлю ее. Царевна думала, 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 да и согласилась. Легла на траву, задрала подол, А добрый молодец-то посыпал ей на брюхо, Да поближе это куницы, разных семечков, И давала кормить свою птицу. Клевал, 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 да как шаркнет прямо-таки в дыру. Ах! – кричала царевна. Ведь такого-то уговора-то не было, зачем ты туда свою птичку запустил? Да скатилось одно зернышко, Но не пропадать же ему, да. Ну, хоть и трудно, а доставать-то надо бы. Ну, на другой-то день хуй опять в саду высвистывает. Приходит царевна. Он говорит, а покорми свою птичку еще раз. Ладно, царевна, лжися. Она легла на траву, добрый молодец-то, давай свою птичку-то семечком кормить, да, Все хуем-то возле всякой вот этой вот куницы-то и водит. А не втерпешь стала царевна? Сильно разохотилась. Ах! – добрый молодец! А кажись, это вот опять, это зерно-то, вот туда, закатилось это. Нет, говорит. Все целы? Так у них и все целы-то. А ты все-таки на дне-то поищи. Может, это у вчерашнее найдется? А что дашь? Поищу. Да что хочешь, бери. Ну, хоть давай сто рублей. Ну, царевна заплатила сто рублей. Он взял, да и принялся искать вчерашнее-то зернышко. Вот с того-то времени и день-то ночь царевна только и норовит, Чтоб в сад-то погулять, да послушать соловьиного пения. Немного, немало прошло времени, вздулась у ей брюхо. Отчего так? Это отец-то с матерью-то спрашивает, царь-то с царицей. Государь, батюшка, с государиной и матушкой, Ведь вы моего счастья не ведайте. Здесь у меня соловей гнездо свил. Делать нечего. Выдали ее замуж за того доброго молодца. Не родись, пригож, не родись, умен, А родись, талантлив. АПЛОДИСМЕНТЫ Татьяна Бондарин Сергей Старович АПЛОДИСМЕНТЫ Вы не устали? Есть еще одна сказочка, но она уже приличная. Уже авторская сказка. Это Борис Шергин. Сказка про Варвару Ивановну. У Якуньки-то была супруга Варвары Ивановны, и каждый этот день ему за год казался. Вот она, кака была за зуба, а вот кака пагуба. Ежели Якунька скажет, Варвара Ивановна, спи, так она вот всю ночь жить будет, глаза пучить. А ежели сказать, Варвара Ивановна, вот сегодня ночью-то затмение предвещают, посидите и нас разбудите, так она трое суток спать будет, вот хоть в трубы труби. Вот опять же ж муж скажет, Варя, ну испекла б ты пирожка. Не стоишь, вор пирогов. А скажет Варя, напрасно ты истребню-то затеваешь, муку переводишь, вот она три ведра напекет. Ешь, тиран, чтоб завтра ему съедено было. Муж-то скажет, Варя, сходим сегодня к тетеньке-то в гости. Нет, к этой моське не пойдем. Она, он-то другомя. Ну, а сегодня-то сватия на именины звала, я сказала, что придем. Нет, хам, не пойдем, собирайся. Ну, а у сватии-то гостей людно, Варвара да пальцем дышит. Ей, конька, а чья это там толстомяса-то девка в углу? Да это хозяйская дочь. Правда, красавица? А по-моему, морда. От того и пирогов мало, что она всю муку-то на свой нос испудрила. Ну, может, и не знает уж, куда ему деваться, Варя. Позволь познакомить. Вот наш почтейнейший начальник. Почтейнейший? А по виду жулик и казнократ. Ну, тут хозяйка-то зачнет положение спасать. Пирогом-то структиву гостью отвлекает. Варвара Ивановна, отведайте пирожка. Все хвалят. Все хвалят, а я плюю на твой пирог. Ну, вот, в общем, к Варваре кто придет, то хорошего мало. Каждый-то человек, который человек обрадуется угощению-то, тот нифига не получит. То ломаться будет, то вот до смерти захочует. Ну, и мода пришла. Стали бабы платьишки носить ребячьи. Ну, а Варвара-то нароснини же пятка сарафанок нашила. Всю грязь-то с улицы домой приташит. Вот кака была Варвара Ивановна хуже карасина. Вот она когда рожалась-то, да поперек ехала. Вот муж из-за такого поведения сильно расстраивался. Ах ты, проваль тебя возьми. Запихать мне ее, что ли, на службу? Может, шелкова бы стала. Ну, наша Варвара Ивановна-то на работу попала. Ежели праздник, и все закрыто, так Варвара Ивановна в те дни черным ходом в учреждение залезет. И одна до ночи сидит, служит, пишет, считает. А ежели объявит Варвара Ивановна, эта неделя будет спешна. Пожалуйста, без опозданий. Так Варвара-то всю неделю назло дома лежит. Настанет праздник, какой Варвара одна в учреждении работу ломит. Муж вот так за тысячу верст рад бы от этой Варвары Ивановны уехать. Из пушки бы рад ее застрелить. Ну, однажды-то он идет со службы-то, а домой-то неохота. И видит дядьки-то на бочки и за город едут. Ах, думает, хорошо бы и мне перед смертью на лону природы. Дяденька, подвези. Ну, за папиросу вывезли и Якуньку за город. Стали они на лоз-то из бочки в яму сваливать. А яма-то страшно глубока. Якуня так думает, вот бы в эту яму мою Варвару Ивановну. Ну, а яма-то смородиную кустем обросла. Это Якуня тоже на ул-то намотал. Домой явился. Хоть но не лето, ты, Варвара-то, из города-то не шагу. Завтра же с утра отправился. И ты, мучитель, со мной. Ну, утром бредут за город, то Варвара Ивановна, чтоб не по-мужному-то было, за ней пятится. К яме подошли к смородину, а Якунька и заявил. Мои ягоды не отхолуй, мои. Лучше не подступайся. Замахалась, вскочила в куст и уступилась и ухнула в яму. Якунька прослезился и бросил следом три пачки папирос. Прости, дорогая. Затем домой-то выродился, никто его не ругать, никто его не страмит. Самоварчик-то наставил, сидит, радуется. Вот какая жизнь пошла приятно. Однако соседи скоро заудивлялись, а почему из Варвариной квартиры ни крыку, ни драки не слыхать. Донесли в участок, что не кирпич ли? На даму-то упал, боли не урёт. Начальник вызвал Якуньку, где супруга? Так хотя-то дачу искать уехала. Смотри у меня. Ну, Якунька до полусмерти напугался. Лучше побежу я добывать свою Варварку-то. С верёвкой-то прилетел к ямой, припал слушать. Писк, виск слыхать. А вот и Варин голосок. А-а-а-а! Вот слов не понять, а так можно разобрать, что а-а-а-а! Наречие-то матерное. Якунька конец-то размотал. Начал уйдить. Эй, Варвара Ивановна, давай, имай, верёвку, вылезай. Якунька уйдит и чует, что будто чё-то дёрнуло. Конец-то вызбирал, а в петле-то тут-то боясь-то сидит, маленькая, не более фунта. Якунька-то дрогнул, хотела тут бедулину обратно тряхнуть, а она и проплакала. Дяденька! Дяденька, не руй меня к Варвары-то! Благодетель, пожалей! А вы из каких будете? Да я метроба! Метроба я, по-деревенски икота. Мы, это, в грязной яви-то сидим, хранимся, метробой и пузорием. Свадьбой релием, сами с собой плодимся, и вдруг эта Варвара, она нас сверху пала, всех придоптала, перетомила, папиросу жорит. Я с собаку угорела, и такая беда! Хуже сулемы, эта Варвара Ивановна, хуже карбоновой кислоты. А якунька-то слушает, да, руками хлопот. Ай, да, Варвара Ивановна, ну и Варвара, а все-таки по причине начальства приходится доставать. Якуня, Якуня, ты плюнь на них всех! Порхнем лучше от этого-то страху! В Москву! В Москву! В Москву! А что делать-то буду? Да там делов-то, так не утянешь на баржи! За спасение моей жизни от Варвары я тебя наделю капиталом! Я, Митроба, пойду веселяться по утробам! Я, Митроба, по утробам! За меня доктора-то примутся, а я их буду поругивать и тебя ждать! Ты в дом, а я из дому! Ну, якунька-то шапку о землю! Идет! Отвяжись, худая жизнь, прияжись хорошая! Митроба-то завязалась в шелково-кашне! На последний день билет купила, да и укатили в Москву! На постоялый двор зашли, сели чай пить, и кот это в блюдце побулькалась и заразговаривала. По городу Левки я трыли ходить, у меня и платье не обехотно, да и на Варвару боюсь нарваться. Лучше без прогулок присмотрю себе завтра барыню понарядней, да в ей и зайду. Как зайдешь ты? Так и ротом, с пылью, с едой. А мне что велишь? А ты в газету объяви, что подгоразден выживать и коты, ломоты, грыжу и дрип. Утром-то якунька в редакцию полетела, метроба в окне сидит, будто вылюбуется уличным движением. А мимо дамы идет, красиво, полно, в мехах, идет и виноград немытый чахкать. Митроба-то на виноград села, барыня ее и съела. Из-за чего у барыни в животе урчать, петь, ходить и разговаривать. Ей не ты муж схватил газету, какие есть доктора, и читает. Проездом из Америки утробны внутренние и коты щепоты, черепной болезни, выживаю. Полетели по адресу, якунька говорит, условие такая, вылечу сто рублей, не вылечу больной платы просит. Наложил на себя для проформы шлею, с медью приехали. И котка-то барынин голосом заговорила, здравствуй, якунюшка, вот как я, все я тебя ждала, вот это как я, это-то, лишь и звонок, думаю, не якуня ли, вот как я-то. Но якуньке-то совестно, надо знать вот это самому-то, знакомому-то, ладно, ладно, уваливай от себя. Но якунька выскочила в виде мыша, только ее и видели. Больна-то развеселилась, кофе запросила, американского-то доктора благодарят, сто рублей выносят. Вот теперь пошла нажива у якуньки. Чуть где задичают и коты заговорят, сейчас вот на него и летят. У якунька пальто накуплено более двадцати, сапогов хромовых, катанцы, самоваров, хомутов, отюгов, бывают пятнадцать. Беднуто метро был, на дому в дом, из души в душу гонит, деньги хапает, дачу стеклянную строить зачет. Думал, век так будет, однако на всем веку всему конец приходит. Вот, окончилась и эта легкая нажива. Уж верно, к осени было дело, разлетелся якуньку одну дамочку лечить, а якунька зауросила. Находилась я, Боля, нагулялась, пристала вся. Ну, якуня тоже расстроилась, ты меня в Москву-то сбила, а то тебя от Варвары спас. Ну, черт с тобой, это и шо, хватай, наживайся. А дальше, присмотрела я себе подходящую особу в благотворительном комитете председательшу, Вот в ей зайду и поживу по доле, а ты меня не ходи гонять, а то я тебя, знахаря-шарлатана, под суд подведу. Ну, якунька-то удобил. Ну, так и взвод с тобой, Боля, не приду, не дотрону тебя, чертовку. Получил последнюю сотенку, тем, пока и закончил свою врачебную практику. А якунька председательшу внедрилась. Эта дамочка была такая бойка, такая выдумка, на собраниях-то всех остановит, речь говорит часа по два, по три, рот не запират. Вот это вот она слово-то взяла, рот-то пошире открыла, а метрова ей туда и сиганула. Даму заразбирала, бумагами-чернильницами зачала на людей свистать, увезли домой, спешно узнают, кто по этим болезням-то. А в справочном бюро натакали на якуньку. Якунька-то всеми ногами упирается, хоть к Яроплану меня привяжите, не иду. Ну, забегали по больницам, по тертухам, по знахарикам, собрали на консилиум главную профессуру, старший слово взял. Науки, науки известны, такие факты. Есть подлые люди, но ведут, так в час свернёт. В данном случае напущено от девки или от бабы беззубой. Назначено больной десять баен окатывать с оружейного замка. Другой профессор говорит, да я и всё знаю, скрозь. По-моему, у их в утробе лиситёр заполз. Пусть шайбы больна селёдку-то другую съела и двое сутки бы не попила. Вот он бы сам-то вышел. Ну, лиситёра-то полдела вышить. А третий профессор воздержался. Мы, говорит, спину понимаем. А спину, ежели тереть. А череп утробы, то есть, ну вот тонкости не знаем. Вот баба-полага, так она вот может быть и могла бы. Ну, они, значит, судят-дорядят, а в пятки-то колотят, в перси жмут, А баню-баню парят, а больна-то прихворнула пущи. Знакомый-то советует, нет уж вам-то без американского-то доктора не сняться. Ну, к Якуньке целая делегация отправилась. Нас к вам натакали. Хоть двести, хоть триста дадите. А без вас-то не воротимся. Ну, Якунька-то весь расслаб. От каких я денег отказываюсь? Сам без практики живу. В изъяну пал. Ну и говорит, ваш случай серьезный, надь всесторонне обдумать. Удалился в кабинет, встал на голову и думал два часа тридцать семь минут. И тогда объявил, через печать обратитесь к свободному населению завтра о полдень Собраться под окнами у недомогающей личности. И только я из окна-то рукой махну, чтобы все заревели не по-хорошему. Варвара Ивановна пришла, Варвара Ивановна пришла. Этой публикации грамотной, прочитал неграмотной. И на указанной улице столько народу набежало, да к трамвае встали. Не только гуляющие, да и занятой-то персонал в толпе получился. Также бабы с дитями, бабы-молошницы, учащиеся, инвалиды, дворники. Все стоят и взирают на окна. Якунька подкатил на курете, в новых каптанцах шли я с медью, его проводят к больной, вынимают трубку, слушают. А Митроба на него зарычала. Ты зачем пришел, собачья твоя совесть? Мало я для тебя, для Гамлета, страдалась, а? Убери инструмент. Лучше не вяжись со мной. Ну, Якунька-то с ней замахался. Тише ты, тише. Я ж прибежал тебя, хулиру, жалеючи. Варвара Ивановна приехала. Тебя ищет. О, Митроба-то прям зубы затрясло. Ой, боюсь, 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 боюсь. Где она, Варвара Ивановна-то? Ну, Якунька-то раму-то толкнул, рукой-то махнул. Она вон где. Как только на улице-то этот знак увидали, сейчас на тубили, загудели, трамваи запрякали, молочницы в бидон, и дворники в лопаты ударили, и вся собравшаяся массия открыла рот и грянула. Варвара Ивановна пришла, Варвара Ивановна пришла. И кота-то из барыни как пробком влетела. Я-то, куды, куды я-то? Ты, говорит Якунька, лупи обратно в яму. Варвара туда уж более не придет. Народ-то думает, пулей в окно стрелили, а эта Митроба на родину срочно удалилась. Ну, а там Варваре опять в лапы попала. А Якунька, стало быть, деляга и умница, снова, значит, заработал на табачишка. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Как меня же милка не любила, А теперь будет любить, Подойдёшь к моей кроватке, станет некого будет. Субтитры создавал DimaTorzok Ой, хорошо орел лькает, крыло небо достает. Ой, хорошо, милка ласкает, целоваться не дает. Ой, 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 ой. Ой, 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 ой. Ой, 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 ой. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо!